Всем привет, друзья! С вами Уллы, и на ваших экранах то, что некоторые из вас когда-то знали, а некоторые, наверное, видят впервые и сталкиваются с такого рода проектами только сейчас. Ну и, разумеется, моя нынешняя аудитория Симрайсеров наверняка вообще не понимает, что тут происходит, так что на ваших экранах Оверпрайм. Идейный наследник Парагона примерно 4 года назад закрылся один из очень красивых и в своем роде практически уникальный проект, смотреть на счет не берем, а именно Парагон. Суть игры заключалась в том, что это, казалось бы, обычный и всем известный жанр игр моба, но в отличие от той же Доты, Лол или Ход, действие в Парагон и Оверпрайм происходит именно от третьего лица, что в целом мне больше нравится, несмотря на то, что я отдал Доте их примерно на тысячу часов, в Лоле в разы меньше, но все равно, это изометрический вид сверху не сравнится с тем, когда вы видите непосредственно поле боя своими глазами. Ну, практически своими глазами из-за спины героя. Но при этом вы все равно передвигаете уже не с помощью мыши, а привычными для шутеров ВСД. А с помощью мыши уже целите, стреляете и используете способности. Кстати, по факту, полное название жанра Оверпрайм так и будет, ты понял, с моба. Что ж, давайте посмотрим, что нам предлагает данный ремейк. Скорее всего, я буду честно возвращаться к сравнению Оверпрайма с Парагоном, ибо, хочешь не хочешь, ну, это не просто игра в одном жанре, это практически одна и та же игра, разве что немного перелопаченная. Так вот, как и в типичной мобе, мы имеем стандартную карту с тремя лайнами, лесом, башнями, ингибиторами и десятью рылами, которые в режиме 5х5 будут начищать друг друга эти самые рыла. Персонажей в игре пока что только 18, разработчики обещают часто добавлять новых персов, хотя в Парагоне на момент его закрытия было порядка 36 или 37 персонажей, точно не помню. Будем считать, что разработчики Оверпрайма просто делают себе запас по времени на разработку, все-таки система развития в этой игре немного другая, поэтому явно им нужно персонажей забулансить для новой системы предметов, но хочется надеяться, что будут и новые персонажи, а не только те, что были в оригинале. Карта претерпела, в отличие от оригинала, тоже значительные изменения. Во-первых, карта теперь красивая, яркая, с большим количеством растительности, перепадов высот и прочего. На лайнах теперь вместо двух башен ингибитора путь до ядра стал на одну башню короче, что, соответственно, сделало карту чуть меньше по длине, соответственно, игровые сессии будут тоже короче, потому что вам нужно будет меньше бегать, соответственно, вы будете быстрее умирать или убивать, ну неважно. Если раньше игры могли затягиваться и до 50 минут, то пока что во время за БТ моя самая долгая катка была, наверное, на минут 35, а так в среднем игры были по 15-25 минут. Кроме изменений в структуре башен, теперь есть дополнительные плюсы в виде серепорта с Изи на хардлайн. Это дает дополнительную возможность игрокам быстро перетягиваться с одного конца карты на другой, что, несомненно, ускоряет геймплей и дает дополнительные возможности для гангов. Теперь не только Мидер или Снег могут помогать своим сокомандникам, но и Хардлайнер или Изи Лайн могут быстро заниматься перетяжкой. Также Орб претерпел изменения, это местный Рошан или Наш Ор, ну, кому как удобнее из тех игр. Данный босс не дает никаких бустов команде убившей его, но роняет сферу, которую один из героев подбирает и должен донести на другую сторону карты, как в старых и добрых шутанах в режиме с флагом. Только донести Орб нужно не на свою сторону, а на враженскую. Они, конечно же, могут убить владельца Орба, соответственно, забрать Орб и отнести на точку к противникам. И вот если донести Орб, то произойдет два действия. Во-первых, всем противникам, их миньонам, ингибиторам, башням и ядру нанесется урон. А во-вторых, на миду появится сам Орб и пойдет долбить вражеские строения за ту команду, что доставило ядро. По лесу, в принципе, сказать особо тут нечего, лес он и в Африке лес. По два спота крипов слева и справа, красные и синие усиления, раптор, в общем, ничего этакого. Теперь переходим к самому геймплею. И, как я сказал в начале, играя за персонажей, вам нужно ходить, целиться, метко стрелять, метко использовать скиллы. И это мне очень не нравилось в доте. И большинство способностей там таргетированы, про обычную атаку я вообще говорить не буду. В лоле с этим, конечно, получше, там как раз-таки большинство скиллов именно направленные, но атака остается автоматической. А вот система предметов прям один в один, как в типичной бомбе. Есть обычные предметы, которые мы можем сплавлять в более ценные, дорогие предметы. И тут, наверное, для меня будет сейф акт минусом, ибо в старой версии парагона были именно билды. А последняя версия их системы просто была вообще шедевром. Ибо с использованием всего трех карт, а можно было составлять просто невероятные билды. Тут же вся основная фишка сводится к простому набору определенных статов. Будь то физ или маг атака, криты, хп, броня, лимана. Причем странно, не знаю, специально сделано так или нет, но скорость атаки нельзя разогнать больше 2 из 7. Предметов на скорость атаки хватает, но сколько бы вы не брали их больше, если персонаж уже достиг этих 2 из 7, больше не получит прироста. Ну, что ж, будь то будет, может быть исправят, а может это фишка такая, может при большей скорости начинает ломаться анимации, это мы не узнаем. Ну и в целом, хотелось бы еще пройтись по некоторым мелочам, а именно, графика, которая вполне себе сносная для мобы, а вот не мультяшная, как в доте, не анимешная, как в лоле, все серьезно, брутально и максимально реалистично. А вкупе с хорошей оптимизацией играется очень приятно. Хотя, не буду скрывать, иногда очень редко проскакивают фризы, но тут спишем все на ЗБТ, хотя даже для ЗБТ это уже вполне себе релизный продукт. Есть небольшие баги в виде пропадающего интерфейса, как вот у меня вчера был на стриме, или управление почти улочится, то есть, ну, как-то странно там работает, то есть, оно просто фиксируется экран, и все невозможно повернуть мышкой. Как минимум один раз я сталкивался лично с каждым этим багом. Также к хорошим мелочам можно отнести звук, нормальные сервера, которых на уделение очень много для разных регионов, и пинг не кусается. Ну и напоследок хотелось бы порассуждать именно о том, что же будет после ЗБТ. Ну, логично, что для участников будет вайп, и я думаю, что игра все же будет условно бесплатной, а значит разработчики захотят чем-то обогатить, свои карманы. И тут я думаю, что герои будут платными, ибо какая-то дополнительная валюта в их описании есть, то есть, героев явно можно будет как купить за реал, так и накопить внутриигровую валюту. Что в принципе хорошо. Многие, наверное, возмутятся, что им не позволят играть сразу на ком хотят, но для новичков это будет получше. Если как в доте брать, на новичка выкидывают 200 персонажей, и потом этот новичок начинает на всех подряд лезть в катки, ну, сами понимаете, сколько жоп сгорает от таких вот экземпляров. Другое дело, когда у новичка нет возможности катать на всех подряд, и он вынужден разбираться хотя бы с теми, кто у него открыт. Ну, а вторым путем заработка будут скины, и тут уже явно будут и сундуки за реал, и сундуки за внутриигровую валюту. В общем, подводя итог, хочу сказать, что на данный момент этот проект уже смотрится очень приятно, не без минусов, конечно, но тут, я думаю, большую роль играет именно то, что я пытаюсь ее сравнить с парагоном. Все же, оверпрайм это практически копия. Но для новичков это будет совсем другой экспириенс, в отличие от привычных доты или лола, а старички смогут поностальгировать. Ну, а на этом все, друзья. Если вам понравился этот обзор, обязательно заходите попробовать игру, все же свое мнение лучше, чем навязанное кем-то. А пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на трогу, чтобы смотреть стримы там, и играйте только в хорошей игре. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok